Сегодня у нас традиционное общение после тренировки. Два нормалисты. Первый – это Игорь Смольников. Ваши вопросы, Игорь. Давайте с кого начинаем. Игорь, первый вопрос, наверное, как вам условия здесь, погодные в том числе? Достаточно жарко сегодня было. Ну да, сейчас погода удивила. Еще вчера приезжали до 22 градусов. Самое то, это хорошо. Ну то есть комфортно было тренироваться сегодня? Ну, чуть-чуть непривычно, потому что у нас уже такой погоды нет. Но ничего, мы привыкли, есть время. Вы проводите очень много матчей. Лига Европы, чемпионат России, сборная. Нет какой-то накопленной усталости? Не чувствуете? Ну, стараемся восстанавливаться. Медицинский штаб помогает, проблем нет. Всегда в таком графике работаем, так что ничего нового. Что вы знаете о Костарике и что вы знаете о футболистах в Костариканске? Ну, честно, особо не следил в Костарике. Я думаю, у нас есть время, тренер вам подробно расскажет, разберет вашу спорту. Будем готовиться. Ну, может быть, с чемпионата мира 2014, кого-то помните, на котором Костариканске до четвертьфинала дошли. То есть вы не знаете, что первый президент России играет за Костарику? А, Ельфин? Да, супер. В целом, впечатление от мосферы сборной с эти два дня. Что скажете, поскольку вам приятно находиться здесь и ощущать, что очередной вызов получили. Вам всегда приятно приезжать в сборную. В этом плане здесь хорошее настроение. И в хорошем настроении готовимся к предстоящей игре. Все отличное. Игорь, а как лично у вас настроение после последнего какого-то матча? А Солуческу так покритиковал немного. На вас, ты сказал, один из самых неудачных матчей провел. Как на вас такая критика действует? Мотивирует или злит может наоборот настраивать? Ну, это, в принципе, нормальный процесс. Когда у игрока бывает получается, матчи бывают, они не получаются. И когда тренер указывает на ошибки, мне остается только подумать, сделать выводы, из-за чего это произошло, почему не получилась игра, и двигаться дальше. Уже игра прошла, сейчас уже о ней думают. Сейчас вся спортивная Россия говорит о судействе, а вы в сборной следателю. Какую тему вы с Мордака не обсуждали в итоге матча? Мне вообще неинтересна эта тема. По сути дела, игра прошла, и поднимать что-то, ворошить. Особенно, когда высказываются игроки в прессе. То есть, для меня это недопустимо. В плане критики, наверное, Лучаска похожа на Черчесова, да? Потому что он все говорит в лицо, не скрывает, может жестко сказать, но справедливо. Вам вообще такой факт понятен, импонирует? Или лучше, когда молчат? Не, ну, конечно, нет, как молчат. Все равно надо указывать на ошибки, говорить. То есть, в этом ничего такого нет. Просто кто-то сразу говорит, кто-то об раздевалке, кто-то наедине. Это уже дело каждому. Вот на чем я знаю. Черчесов говорит сразу? Ну, он сразу в лицо говорит, может, и в принципе. Не знаю, я пока особо так ничего не говорил, но когда раньше работал... Игорь, в сентябре не был просто. Да, раньше, в принципе, всегда указывал на ошибки, и сразу после матча. Когда он всегда говорит в лицо. Старики говорят, что у вас сейчас очень молодая команда, что это не дает вам больше давления на вас. Вопрос от Коста-Риканского. А что у нас? Что молодая команда сейчас, что не такое давление на игроков. Ну, что российская команда сейчас, она очень молодая. В принципе, она новая, что здесь больше давления на вас. Ну, как все равно, матч за сборной – это определенное давление. Молодой, старый. Не имеет значения в возрасте. Если ты одел майку и вышел на поле, ты должен был только победить. Спасибо, коллеги. Спасибо.